МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заявление – это самое начало перед возможным следствием. Об этом поговорим с Максимом Назаровым, помощником прокурора города Тольятти. Максим, я вас приветствую. Здравствуйте. Я правильно сказал или, может, немножко ошибся, говоря о том, что заявление – это может быть началом следствия? Ну, в общих чертах действительно правильно, потому что без заявления чаще всего не бывает ни до проведения доследственной проверки, ни уже в дальнейшем возбуждения уголовного дела и направления уголовного дела в суд. Понятно. Ну, вообще, в принципе, заявление – это самое начало? Это основное. Понятно. Так, а сейчас, хотел, кстати, спросить, у нас сейчас подача заявления отличается от, допустим, подачи заявления лет 20 назад или все так же и осталось? Приходишь, пишешь, ну… В настоящее время, мне кажется, лет 20 назад это было не так распространено, в настоящее время подать заявление можно и путем электронного сообщения, электронного письма. Стоп, стоп, подожди, это правда? Да. В электронном виде можно подать заявление? Вы можете также написать на сайт УМВД России, подать заявление, и так же будет оно зарегистрировано. И оно будет зарегистрировано, и по нему может начаться доследственная проверка, и это все не выходя из дома? Фактически, да. Это совсем другое, чем было 20 лет назад, здесь абсолютно вы правы. Но вы понимаете, что заявления-то они разные бывают. Можно, буду используя, так сказать, электронный вариант подачи заявления, можно что угодно написать. Неужели у нас полиция все заявления будет регистрировать и по всем работать? Ну, согласно межрежемственного приказа, подать заявление можно не только, во-первых, в органы полиции, но и в любые правоохранительные органы, в том числе и… Прокуратуру. Прокуратуру, органы следственного комитета, приставом, в органы МЧС. То есть все органы, где присутствует возможность проведения доследственных проверок. То есть есть такие органы, называемые дознанием и органы следствия. Единственный момент, что при, скажем так, подаче указанных заявлений, надо понимать, что у всех органов есть внутренние приказы, внутренние документы, согласно которым они обязаны передать ваше заявление в надлежащий орган, который будет в дальнейшем проводить доследственную проверку и принимать процессуальное решение. Соответственно, срок проведения данной проверки будет, за счет пересылки, будет увеличен. Не совсем понимаю. Имеется в виду, что… Ну, к примеру, если предполагаемое преступление, о котором я хочу заявить, и я подал заявление, например, в УВД нашего города, а предполагаемое преступление на территории Ставропольского района, они передают уже в работу Ставропольской УВД? И это все занимает время? Ну, естественно. То есть пересылка одного документа от одного органа к другому в любом случае будет занимать определенное время. То есть мне проще в электронном виде в Ставропольской УВД сразу подать заявление. Это все будет гораздо быстрее. И тогда уже фактически пойдут сроки установки. Ну, вообще, в принципе, к примеру, полицейский, вот, допустим, там, я не знаю, есть дежурные следователи, да, у нас, например, которые принимают заявление, ну, они на месте должны разбираться, что это заявление не какая-нибудь липа, не какая-нибудь шутка, или они все подряд регистрируют? В основном дежурные следователи чаще всего выезжают только на конкретные, скажем так, происшествия, именно на преступления. А заявление кто принимает? Заявление принимает, основным органом принятия заявления является дежурная часть. Да, соответственно, на жалобы граждан, там, позвонили в дежурную, там, буяни, допустим, соседи, приезжают не дежурные следователи, а приезжают сотрудники ППС, которые курсируют по городу, и которым было передано о том, что необходимо прибыть на адрес. Но по факту, получается, все заявления, которые поступают там в полицию и другие органы, должны быть зарегистрированы и отработаны? Да, все правильно. Какие есть тонкости при подаче заявлений? Насколько я знаю, что тот, кто подает заявление, предупреждается о даче заведомо ложных сведений. Да, действительно, в уголовном конкурсе Российской Федерации предусмотрена ответственность за дачу заложенного заявления, заведомо ложного, по статье 36 главного конкурса Российской Федерации. При этом еще ряд, скажем так... Здесь мы говорили об этом, есть ряд моментов. Да, есть ряд моментов, что лицо, которое подает заявление, оно должно заведомо осознавать, что оно подает ложные сведения о конкретном другом лице. В смысле, если оно специально будет врать про другого человека или какое-то событие? Это и есть заведомо ложные. То есть это не то, если человек забыл дату, забыл время совершения какого-то правонарушения и об этом написал. Это не будет считаться заведомо ложными сведениями? Нет, это не будет считаться заведомо ложными сведениями, и поэтому, соответственно, привлекать по этой статье лицо... Не привлекут по этой статье. Вот чего люди боятся. Это может, помимо всего прочего, еще и глубоко заблуждаться о том, что было совершено то или иное преступление. Так как, если лицо глубоко заблуждается, оно тоже не может быть привлечено к ответственности по этой статье. Есть такое понятие «глубокое заблуждение». Да. Ой, так немного все расплывчато. Да, человек глубоко заблуждался того, убили кого-то или нет. Ну, в случае, если человек видит о том, что совершается преступление, не надо бояться обращаться в правоохранительные органы, потому что в любом случае... Пусть лучше они проверят. Пусть лучше проверят. Показалось или нет. Сотрудники, да, правоохранительный орган, нежели в дальнейшем, будет совершено какое-нибудь, допустим, более тяжкое. После того, как подано заявление, должны ли быть отданы какие-то документы самому заявителю? А если вы подаете непосредственно заявление лично, в дежурной части, то вам обязаны выдать талон уведомления, где будет прописано, какое лицо у вас приняло заявление, и номер регистрации этого заявления в КУСП, в книге учета сообщений о преступлениях. Ну, то есть, чтобы уже точно знать, что заявление было подано, и по нему будет проведена работа? Конечно. А после того, как работа проведена, тоже какой-то документ выдается, или там уже все понакатанно идет? Когда поступает заявление. Да, кстати, сколько там производится? Как там дальше действия идут? Данное заявление поступает на стол руководителя того или иного органа, который устанавливает, соответственно, срок. То есть, соответственно, это может... Заявление может быть рассмотрено как в порядке 59-го федерального закона, это как обращение гражданина. Если мы же говорим конкретно о преступлениях, сообщениях о преступлениях, то в данном случае организовывается проверка в порядке статиста 44-го Уголовно-процессуального кодекса. Срок проведения проверки в порядке статиста 44-го Уголовно-процессуального кодекса у нас установлен в течение трех суток. При необходимости проведения мероприятий проверочных, дополнительных проверки продляется до 10 суток непосредственно руководителям. Ну и в дальнейшем в случае, если необходимо провести какие-то экспертизы, исследования, то срок проверки может быть продлен до 30 суток непосредственно по материалам органов дознания. А какие процессуальные решения могут быть приняты по результатам заявлений граждан? Есть варианты, как я понимаю. Есть варианты. Действительно, у нас предусматривается, что по результатам проверки, проведенной в порядке статиста 144-го Уголовно-процессуального кодекса, могут быть приняты одно из решений, которые предусмотрены в статье 145-й Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Во-первых, это решение, соответственно, о возбуждении уголовного дела. Второй вариант принятия решения – это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в случае, если отсутствует состав преступления или события преступления, в том числе и если стекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. И третий вариант – это непосредственно направление уголовного дела по подсудности или территориальной подследственности. – Многие могут быть несогласны с вердиктами по заявлению, что им в таком случае делать? – В настоящее время нашим законодательствам предусмотрен очень обширный механизм обжалования решений, которые приняты правоохранительными органами. – Ну да, я не считаю, что несогласны, что неправильно. – В соответствии со статьей 124 уголовного процессуального конкурса вы можете обжаловать указанное решение непосредственно либо вышестоящему руководителю, то есть это руководитель следственного органа или руководитель органа дознания, либо прокурору. – А, ну то есть если в полиции не помогли, то надо идти в прокуратуру. – В том числе поступает множество обращений, непосредственно связанных с несогласием, с принятыми профессиональными решениями. – Так, наша прокуратура помогает разбираться с заявлениями. – Ну, обязательно, конечно. – Кстати, как вы смотрите за заявлениями? Прокурорский надзор идет за этими заявлениями непосредственно наших прокуроров? – Конечно, чем отличие именно данного прокурорского надзора за другими видами его, в том, что здесь само заявление, по большому счету, не является основанием для проведения прокурорской проверки. Согласно действующим ведомственным приказам, прокуроры обязаны самостоятельно истребовать и изучать из подназорных правоохранительных органов принятое решение об отсказе возбуждения уголовного дела, проверять так называемые номенклатурные дела, куда списываются сообщения, в которых отсутствуют признаки либо административного, либо уголовного деяния. – То есть, если я правильно понял, даже без заявителя, видя то, что слишком много уголовных дел не возбуждается, то есть заявление об отказе, все, отказ, 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 вы можете потребовать и спросить потом, а почему отказано было, вы смотрите эти заявления, смотрите результаты проверок, да? – Конечно. – То есть проверяется на полноту сбора проезженных мероприятий, на законность принятого решения, то есть здесь осуществляется прямой надзор, и чаще всего граждане, обращаясь в органы прокуратуры, фактически их вопрос уже был решен, но они об этом как бы не знают, потому что это все внутренние, так сказать… – Понятно. Вот этот надзор ведется постоянно, на контроле вот эти заявления, которые ежедневно поступают в наши органы? – Да. Ежемесячно прокурорскими работниками проверяются дежурные части поднадзорных правоохранительных органов на предмет выявления незрегистрированных сообщений. Также осуществляются периодические проверки работы дежурных частей, именно по регистрации сообщений. Чаще всего решения об отказе в возбуждении уголовного дела проверяются в течение пяти суток с момента их принятия непосредственно правоохранительными органами. – То есть глаз да глаз? – Глаз да глаз. – Спасибо большое, что пришли сегодня ко мне в студию. Я надеюсь, и для зрителей разговор был интересным. Тем более, что вот с этими заявлениями, я думаю, раз в жизни сталкивался любой гражданин. И как действовать в случае с заявлениями, я думаю, мы сегодня довольно-таки качественно рассмотрели. – Ну, надеюсь, что поможет. – Да. Большое спасибо еще раз. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Максим Назаров, помощник прокурора города Тольятти. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин